сейчас пожалуйста поставьте от 1 до 10 качество звука изображения и мы с вами уже начинаем все десятки пошли отлично спасибо вам огромное хорошо дело в том что здесь в стамбуле в турции у нас очень много работы и с утра сегодня пришлось видите даже с небольшим опозданием я вышел в эфир ну это не система хорошо я просматриваю пока сообщение есть вопросы или нет вопросов так все все понимают все друг друга приветствует это очень хорошо благовещенске очень хороший город на дальнем востоке как сибири как на урале очень открытые добрые люди живут вот свердловская область родные места хорошо десятки смотрю пошли не видно не слышно не слышно и одновременно десятки стоят пожалуйста настройки у себя исправьте хорошо а мы начинаем наш вебинар чтобы не затягивать вы просчитали уже в анонсе что на сегодня онкология в мире она догоняет смертность по сердечно-сосудистой патологии то есть в мире самое большое количество людей умирает от сердечно-сосудистых заболеваний инфаркты инсульты и прочее прочее второе место занимает твердо онкология и она уже догоняет сердечно-сосудистую патологию и мы с вами разбирать будем не саму болезнь потому что онкология болезнь всего организма да а сегодня мы с вами поговорим о препаратах компании global trend global trend и о том как они помогают при реабилитации заболеваниями злокачественными опухолями вот перед вами первый слайд виды лечи методы лечения онкологии то есть если у больного поставили диагноз рак то ему предлагают что вот вижу первый вопрос но пускай пока он висит у меня значит смотрите что предлагаю человеку ассортимент небольшой всего три варианта лечения да это будет комбинированное лечение то есть химия операция лучевая терапия это комбинированная да или химия и операция комбинированная терапия или облучение и химия комбинированной терапии и предлагают разновидность монотерапии то есть хирургия и вот смотрите как у опухоль не удаляй но гарантий того что все удалил чисто сделал нет мы же микроскоп с собой на операцию не берем во-первых во вторых или во первых это болезнь всего организма лучевое лечение радиотерапия тяжелые побочные эффекты и опять же облучают дозированно дозированно да узкий луч пускается вот этого радиоактивного излучения вот и локально а весь организм то он опять же не защищен мало того что нет вероятности освобождения от метастатических клеток метастазирования да я вам еще один секрет открою когда делается лучевая терапия то организм у всех в принципе людей одинаковы по своей реакции на облучение развивается лучевая болезнь все боятся чернобыля а под аппарат ложатся спокойно врач сказал ну а врач ничего больше и не скажет он скажет давай операцию делать или облучим тебя или химию тебе проведем но как ответная реакция организма лучевая болезнь развивается другое дело то что лежишь в больнице и там тебе об этом во-первых не говорят во вторым во вторых это подвергается параллельно лечению консервативному то есть стерто идет но побочный эффект все равно тяжелый самый тяжелый я вам скажу какой побочный эффект и химиотерапия ведь предлагается лечение всего организма в том числе метастазов это по задумке но на самом деле очень тяжелый побочный эффект и тут знаете из двух зол выбирают меньше вот сразу дина пишет алейкум салам четвертая стадия рак легких с метастазами в голове и в лопатках пьет бальзам постоянно обострение ну то есть дискомфорт что делать продолжать пить продолжать пить тут у нас ничего уже не придумаешь и делать два просите аллаха чтобы он исцеление прослал теперь мы говорим про химиотерапию что это такое вот смотрите перед вами да вот раковая клетка ну вот как она похожа на этот самый на ковидную клетку да и вот мишень то есть химиотерапия изначально предназначена для разрушения раковых клеток для предотвращения метастазирования и она делится на предоперационную если это комбинированная да послеоперационную или лечебную то есть только химию одну делают операции не делают когда это делают например при раке поджелудочной железы ну там тяжело это все туда часто не долезешь там прорастание идет и вот смотрите проводят лекарства от которых погибают опухолевые опухолевые клетки ну и тут перечисляются садремицин хлоромбукцид метатриксат всякие циклофосфаны прочее прочее теперь смотрите видео виды химиотерапии почему зачем я на этом обостряю внимание а сразу не рассказываю про нашу продукцию чтобы мы с вами поняли что на самом деле как бы не предлагали какие бы методы воздействия химии не предлагали на онкологию онкология в организме методы воздействия на организм они все не имеют того эффекта который теоретически должен быть практика совсем другая так вот виды химиотерапии это системная это вот то что мы с вами привыкли да внутривенно делают и по всему организму внутримышечно подкожно внутрь принимают таблеточки регионарная то есть это в лимфоузлы и всякие такие это самое вводят ну локально вот и локальная региональная это по лимфатическим узлам перфузии идет а локальная это в плевральную полость можно вводить внутри брюшина можно вводить в ликварное пространство спинного мозга так называемое да в мочевой пузырь или непосредственно в опухоли в язву ну вот мы с вами привыкли вот к такому методу химиотерапии да когда капельницу ставят и вводят параллельно химиотерапевтические препараты одновременно капают что то что капают то что должно защитить от побочного эффекта тут видите как так же как антибиотики антибиотики вводят обязательно надо дать особенно детям то что защищает микрофлору кишечника не дадите но все микрофлора полетела больше того сейчас антибиотика терапия это и к химии относится настолько побочный эффект сильный что я говорю даже из почечной недостаточности печенка полетит и тугоухость начнется или вообще потеря слуха все что угодно теперь смотрите механизм действия химиотерапии это мы с вами все еще раз повторю разбираем для того чтобы понять как наша продукция работает вот здоровые клетки вот изначально здоровая клетка она дает здоровое потомство вверху видите равномерное деление клеток идет все видят клетка дает 2 2 дает 4 4 дает 16 не 8 геометрическая прогрессия идет каждая клетка делится пополам вот и опять же здоровая клетка через мутацию дает раковую клетку и идет какое неконтролируемое деление клетки повреждаются и как раз вот цитостатик вот химиотерапия направлена на то чтобы раковые клетки отмирали а здоровые клетки выживали но это на картинке на самом деле на самом деле препараты значит которые делятся на клетки на деление и препараты которые поражают только раковые клетки но на самом деле смотрите я вам сейчас покажу где это у меня вот что происходит вот опухолевые клетки COVID химиотерапия должна клетку 反と Но химиотерапия, каким образом действует на организм? Она имеет системное влияние. То есть на весь организм химия действует. А когда на весь организм химия действует, это же токсины, это яды, это реально сильная химия. И тогда что? Организм слабеет, иммунитет слабеет. Мы сейчас дальше это разберём. Дальше. Воздействие на метаболизм – это жизнедеятельность клеток, торможение и деление раковых, имеется в виду. И воздействие на здоровые, быстрорастущие клетки. Вот оно. Химиотерапия, мало того, что раковые должны убить, она ещё действует на здоровые, быстрорастущие клетки. Где у нас самые быстрорастущие клетки в организме? Я вам сразу секрет открою, не буду вас мучить. Это клетки костного мозга. Это клетки слизистой кишечника. Это клетки печени. Ну, смотрите, вот те органы, которые нас должны защищать, это фактически наш иммунитет тоже. Костный мозг – это основа нашего здоровья организма. И на неё действует химиотерапия. Я вам дальше расскажу. Вообще страшные вещи. Теперь смотрите. Вот эта чашка Петри, вот эта среда там специальная. Как в идеале химия задумывалась? Есть опухоль. Вот эту опухоль во время операции у человека берут. Берут её, да? Смотрят под микроскопом. Там степень злокочистления смотрят. Затем в идеале эту опухоль высаживают вот сюда на чашку Петри, чтобы она клетке дала размножение, чтобы опухоль начала расти. Ну, там клеточки, срез тонкий берётся, микроскопический, да? И уже на эти клетки конкретного больного, конкретные клетки, что сажают химиотерапию, циплофосфан, метатриксат, циспластинут, то есть всё, что угодно, много всяких химиопрепаратов. И смотрят эффективность воздействия конкретной химии на конкретную опухоль конкретного больного. Слышите меня, да? То есть чисто всё индивидуально идёт. А на самом деле, как больной попадает, его прооперировали, под микроскопом посмотрели, никто ничего не высевает. Есть протокол лечения, усреднённый так называемый. И по этому протоколу всем шурую химию. Почему эффективность низкая? Ну, потому что не попадает химия вот на эти раковые клетки. Побочный эффект пошёл, и одновременно что? Раковые клетки растут, к сожалению. Смотрите, осложнения химиотерапии какие? Мишени для осложнений. Репродуктивные органы. Это вот наши половые органы. У мужчин импотенция, у женщин бесплодие. Ну, у мужчин тоже бесплодие. Лимфоидная ткань. Это наша иммунная система. Волосяные фолликулы, волосы выпадают. Эпителий желудочно-кишечного тракта мы с вами говорили. И вот он, костный мозг. Всё. Круг замкнулся. Химиотерапия, чтобы вместо того, чтобы лечить от рака, она что делает? В какой-то степени помогает, но в большей степени вызывает осложнения. Какие? Вот она структура. Гематологические осложнения. 32%. То есть, смотрите, из 10 человек трое. Трое, да? Повреждение идёт костного мозга. Лейкопения. Лейкоциты падают. Иммунитет. Нитрофилопения. Это нитрофильные лейкоциты падают. Тоже осложнение. Иммунитет. Тромбоцитопения. Свертываемость падает. Анемия. Вообще кислорода нет в организме. Развитие инфекционных осложнений. Пневмония. Энтероколиты. То есть, назначили химию. Это... Зачем я вот это всё вам рассказываю сейчас? Не для того, чтобы запугать. Не для того, чтобы противопоставить, противопоставить продукцию компании Global Trend традиционной медицине, вот, ну, нашей западной модели, да? А для того, чтобы вы сами смогли выбрать. Ко мне очень часто обращаются. Абдулах, скажите, пожалуйста, делать мне химию или не делать? Как я могу сказать? Человек сам решает, что он делает, будет со своим организмом, со своим здоровьем. На одной чаше весов здоровье, лечение. На другой чаше весов – осложнение. Что перевешивает? Мы сами выбираем. Так вот, смотрите. Второе место – кардиологические осложнения. Сердечная недостаточность, острая хроническая, экстрасистолия и прочее. Потом, гепатотоксичность. Печень садится. Нефротоксичность. Почки садятся. Психологические осложнения. У людей, которые химию получают, реально депрессия, апатия, суицид даже. Ну, то есть он безвыходное положение чувствует в себе. И говорит, всё, я лучше повешусь или спрыгну откуда-нибудь, или утоплюсь. И вот, вот самое, что, как сказать-то вам, парадоксальное, да? Химию делаем для того, чтобы оздоровить организм. Но химия способствует тому, что снижается противоопухолевый иммунитет. И как следствие развитие прогрессирования процесса. То есть рак развивается на фоне химиотерапии. Зацепило вот это, да, последний пункт? Мы к нему вернёмся. Теперь смотрите, картинка красивая. В кавычках. Вот они. Аллопицы, выпадение волос. Воспаление слизистых. Это у всех стоматиты развиваются, генгивиты там, пищевод. Аппетит пропадает, вот, тошнит, рвёт человека. Значит, жидкий стул кишечника, это практически у всех, да? Воспаление мочевого пузыря. Снижение фертильности, это деторождение. Боли в мышцах, костях. Нейропатия. Это, значит, ну, вот боли. Меалгия, нейропатия, это всё, так скажем, одного плана. Со стороны лёгких, дыхательная недостаточность. Со стороны сердца, ослабление работы сердца. Реакция вместо введения химии, ну, это понятно, флебит и всякая ерунда. Почечная недостаточность. Вот они, почки полетели. Мелосупрессия. Это подавление работы костного мозга, бедренные кости, плечевые кости и грудина наша. И флебит, и воспаление вен. Ну, то есть, вот химию делаем против заболевания одного. А смотрите, сколько осложнений вылезает. На самом деле, это же действительно непросто. И что мы, и что мы с вами решаем, решаем? Когда у человека, ну вот Дина, например, написала, четвёртая стадия рак лёгких с метастазами уже в голове и лопатках. И что дальше делать? Продолжать пить. Что мы добиваемся? Четвёртая стадия. Врачи отказались. Всё, отпустили домой. Даже на носилках выписывают. Ну, у нас вот такая система здравоохранения. Это постсоветское пространство. Больные не должны умирать в больнице. Они должны дома умирать. Я когда работал заведующим отделением, онкодиспансере областном в Липецке, реально для меня это дико было. Ну, я вынужден был подчиняться, и выписывали мы домой. Ой, у меня одна больная умерла в отделении, так там такой шум поднялся. Выговоры мне влепили строгие занесения в личное дело. Тогда ещё такое было. Два выговора тебя понижают или в должности с работы снимают. Ну, в общем, вот так. Так теперь смотрите. Мы химиотерапией, всякими другими методами лечения или приёмом наших препаратов пытаемся, предполагаем, способствуем повышению качества жизни больного человека. Что такое повышение качества жизни? Это когда он на ногах, когда он сам себя обслуживает, то есть в туалет ходит, умывается, когда он приходит за стол, кушает вместе с родственниками, когда он принимает гостей, может быть, даже сам в гости ходит. Вот это повышение качества жизни. Да, у него будет болеть. Да, у него выпадут волосы. Да, у него там какие-то проблемы, я не знаю, будут в организме, но это онкология четвёртой стадии. Ну, он будет на ногах. Вот мы этого и добиваемся. Но если делать постоянно химию, качество жизни как будет, вы думаете? Вот так повышаться вверх или вот так падать вниз? Я думаю, ответ однозначен – вниз. Теперь что? Как альтернатива чему? Не лечению онкологии, как альтернатива повышению качества жизни. Это уже наша продукция. Это уже наши нанобальзамы. Вот Файза написала, сразу отвечаю. Узять рак ротоглотки. 16 сентября лучевая терапия. То есть вот он начнёт получать лучевую терапию после завтрашнего дня. Раньше продукцию не принимал. Как начать приём? Значит, я рекомендую Файза в данном случае и для всех тех, кто сейчас присутствует в эфире на нашей встрече, сфотографировать вот эту схему. И если поставлен диагноз онкология уже, тут нам мудрить не надо. Не надо высчитывать, какая даже стадия. Первая, вторая, третья, четвёртая. Дайте вы сразу человеку по чайной ложке, 5 миллилитров, 3 раза в день бальзамы. Перфекта Люкс и Виталити Люкс. Вот, Виталити Люкс, Перфекта Люкс. Виталити Люкс, Перфекта Люкс, Перфекта Люкс, Виталити Люкс. Смарт Люкс сразу не надо давать. Он больше работает с нервной системой. Это можете потом дать. Через 2-3 месяца. Сразу давайте Виталити Перфекта. Длительность приёма бальзамов 3-6-9 месяцев, пока человек живёт, пусть он их принимает. И обязательно пейте воду, дайте воду из расчёта литр на 30 килограмм веса в день. С этого мы начинаем. Уже тот, вот мужчина, четвёртая стадия, да, у которого рак лёгких, Дина, я для вас теперь рассказываю. когда уже человек... Когда уже человек принимает бальзамы и встаёт вопрос, что делать дальше, а дальше вот приём концентрата Павлов Спринг. Один впрыск на 10 литров. Вы вот на 10 литров. Все вот эти вот вещи сейчас фотографируете, у вас всё это на экране есть. В телефоне просто снимок экрана делаете, здесь делаете снимок. Один впрыск на 10 литров воды. Это профилактика идёт. Человек пьёт в течение дня воду в суточном режиме. Литр на 30 килограмм веса. Один впрыск на 5 литров уже лечение идёт. Вот Павлов Спринг наш. А потом, потом, когда уже онкология, опять же, неважно, первая, вторая, третья, четвёртая стадия. Не принципиально. Это я уже вам как врач, хирург, онколог говорю. Дайте один впрыск на 5 литров. Человек выпил за несколько дней. Ну, 5 литров за день он не выпьет, это и не надо делать. Потом один впрыск на 4 литра. Выпил за несколько дней. Потом один впрыск на 3 литра. Выпил за 2 дня. И потом один впрыск на 1,5 литра, и он пьёт это каждый день. То есть, смотрите, концентрация увеличилась. И он пьёт Павлов Спринг. Это вот, Дина, вам ещё дополнительно, да? Он пьёт концентрат Павлов Спринг или после бальзамов, то есть, отдельно, как бы, изолированно, или он принимать продолжает бальзамы, что я советую делать. Не надо экономить на больных. Тем более, это родственники наши. И одновременно он пьёт концентрат Павлов Спринг. И вот эти два препарата вы продолжаете давать. Вы продолжаете давать пациенту. То есть, Файза, смотрите, в школах дети болеют ковидом, как принимать бальзамы? Через каждые 2 часа по чайной ложке. Дина продолжает свой вопрос. Я на вопросах буду сразу давать информацию. Это лучше запоминается. По какой причине отказывают в операции? А химию делают? Четвёртая стадия – рак лёгких с метастазами, плоскоклеточный. Мы с вами видели ведь там, да? Что когда делают операцию, пытаются удалить опухоль. Но четвёртая стадия – разве можно удалить опухоль? Её в лёгких можно удалить, но в голове-то она останется. Здесь риск, риск лечения, то есть операции, превышает риск угрозы для здоровья. То есть операция сама по себе может осложниться чем? Смертью больного. Самое тяжёлое осложнение после операции – это смерть, это летальность. Если операцию не делать, человек дольше будет жить, согласны? То есть мы один риск уже убираем. А химию делают, но правильно. Коль вы обратились, операцию делать нельзя, а облучать тоже нельзя, и смысла нет никакого, потому что голову кто облучать будет? Сразу умрёт человек. Назначает химию. А почему назначает химию? Ну потому что вы к врачу обратились, он что-то должен вам назначить. Если он скажет, иди отсюда, я тебе ничего не назначу, вы на него пожалуетесь, и его могут дипломы лишить там или ещё что-то. То есть вот так. Дина, вы будьте внимательны, до конца прослушайте вебинар, я в конце дам, ну как сказать-то, не совет, не рекомендацию, но информацию к размышлению, а вы уже сами поймёте, что вы дальше будете делать. Хорошо? И вот дальше смотрите, что у нас происходит. Мы пьём бальзамы, мы пьём концентрат Павлов Спринг, видим, что легче становится человеку, ну реально легче. Качество жизни повысилось, хотя болезнь не ушла. Но мы видим, что он на ногах, чтобы подреей стал. И думаем, чем бы ещё помочь? И спрашиваем у спонсора, а что ещё можно дать? А спонсор говорит, вот дайте ему ещё иммунолюкс. И вы говорите, а как принимать? А вот так и принимать, как по аннотации, от одной капли до десяти вверх, затем вниз до одной, затем без перерыва, от одной до двадцати вверх, затем вниз до одной. Два месяца. Вы принимаете иммунолюкс или одновременно с бальзамами и с концентратом Павлов Спринг. Если вы бальзамы не принимаете, вы принимаете иммунолюкс одновременно с концентратом Павлов Спринг. Если вы концентрат Павлов Спринг не принимаете, вы принимаете один иммунолюкс Или принимаете иммунолюкс плюс бальзамы Любая комбинация Они принципиальны Что такое иммунолюкс? Плюс еще 18 трав То есть 189 растений плюс еще 18 Представьте себе И очень мощно поднимается иммунитет И очень мощно идет защита чего? Костного мозга И очень мощно идет защита Печени, почек, поджелудочной железы Вот оно То, за что мы бьемся Значит, мы с вами разобрали Как принимать бальзамы Помните, да? Сразу по чайной ложке 3 раза в день Не надо мудрить Мы разобрали, как принимать концентрат Павлов Спринг При онкологии доводите сразу Но не сразу, а постепенно До одного фиска на полтора литра И мы разобрали с вами Как принимать иммунолюкс Строго по аннотации Мы с вами разобрали, как комбинировать Принимать их между собой, да? И вот теперь важно Почему необходимо пить воду? Даже если мы не принимаем нашу продукцию При онкологии, при химиотерапии особенно Надо пить воду Почему? Потому что практически все химиопрепараты Выводятся через почки И они что? Они очень мощно задевают почки Мочевой пузырь и мочеточники И оседают на слизистой Цепляются там химиопрепараты Отравление идет организма Плюс к тому всего И если мы не отмоем это все Не выйдет наружу Значит, что? Останется внутри Ну тут вариантов нет Или мы в себе носим Вот эти яды, шлаки, токсины Или мы их выделяем наружу А с чем выделяем наружу? Ну с водой Ну у нас какие органы выделения? Мы с вами уже знаем Это почки Это кишечник Это легкие И это что? Кожа А с чем это все выделяться будет? С водой С потом С кашлем Слизистая мокрота, да? И в туалет пошли Кишечник и мочевой пузырь Все понятно И поэтому Даже если нет онкологии у человека Он принимает наши препараты Пьет воду сколько надо Но если у него еще химиотерапия и онкология Тем более надо пить воду И он принимает наши препараты Так что вот так Все принимаем Теперь дальше пошли Смотрите Мы с вами продолжаем изучать химиотерапию Воздействие на организм И параллельно воздействие наших препаратов Global Trend Company Побочный эффект химиотерапии Это все ученые установили Согласно результатам исследований ученых Химиотерапия, применяющаяся при лечении онкозаболеваний Может привести к обратному эффекту Вот вы не поленитесь Вот мне верить не надо Я всегда говорю Вы мне верите? Многие говорят Да, верим Вы же врач Я говорю Не надо мне верить Верить надо в Аллаха Ну, во Всевышнего Да? Вот И надо себе верить Когда вы себе поверите? Ну, когда вы сами этот вопрос начнете изучать Ну, залезьте вы в интернет Ну, посмотрите вы Публикации Польза и вред химиотерапии Ну, все И потом уже сделайте для себя выводы Так вот, продолжаем Обратный эффект А именно К большей устойчивости раковых клеток к медикаментам То есть Парадокс Делаем химию, чтобы убить раковые клетки А они становятся устойчивы Химия на них не действует А делают и второй, и пятый, и десятый курс На фоне прогрессирования процесса И спрашивают А зачем? Меня спрашивают Меня, говорит Абдулла А зачем врач назначает десятый курс Если у него прогрессирование процесса идет У моего там родственника Я говорю А что еще врач может вам назначить? Кроме этого У него есть медико-санитарные Так называемые стандарты лечения Есть диагноз Он даже больного не видит Ну как он видит больного, конечно Но я это как Утрированно рассказываю Он смотрит в карточку Видит диагноз И говорит Ага, вот восемь курсов прошел Кровь еще держит Давай тебе девятый сделаем Но больше кроме девятого курса Он ничего назначить не может Девятый прошел Кровь села Все нормально Давай тебя восстановим Восстановили О, давай десятый курс тебе делать Хотя прогрессирование процесса идет Человек уже ползает Ну тут вот опять Мы думать начинаем Ну какой в этом смысл? И спрашивают меня А мне делать или не делать? Люди К сожалению Но не берут на себя Ответственность За, так скажем Выбор А мы можем Соответственность на себя взять Когда? Когда? Тогда Когда Мы хотя бы Какие-то знания получим Вот сейчас Вы получаете знания Сейчас я вам рассказываю То, о чем я знаю О том, что Чем я перестрадал Я этим переболел Я поэтому из медицины ушел Я 20 лет уже как на пенсии 48 лет мне было Когда я ушел на пенсию Все в шоке были Говорят Ты что? У тебя руки золотые Ты так оперируешь хорошо? Ну реально Когда в Липецке В онкодиспансере Я пришел на заведование И мы там начали Оперировать И химию проводить Люди перестали ездить в Москву Перестали ездить в Израиль Перестали в Питер ездить У нас очередь была В отделении Женщины Со своими проблемами К нам шли Потому что там Мы и рубцы делали Косметические И все остальное То есть Не просто так скажем Прооперировал До свидания Еще и эстетическая была У нас так скажем Эстетический момент Еще не было тогда Пластической медицины А мы уже тогда Занимались этим Потому что это женщина И я оттуда ушел Только из того Что я перестал видеть Ну как смысл какой Ну сделали мы операцию Химию провели Облучили человека Это вот реально моя боль Я вам про это рассказываю Я редко про это рассказываю И женщина приходит Через год Через два года И у нее прогрессирование Процесса Или рецидив То есть Повторно опухоль выросла Там же Хотя мы все у нее убрали И вот делаешь ей химию Облучаешь И опять идешь на операцию Удаляешь это все У нее третий раз Или метастаз Или опять там же выросла И она потом умеряет Ну тут смотрите Или бы она умерла Вот заболела она Да И потом Ее бы Лечили травмами 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 Как-то это самое Вот И она умерла бы Да Или она перенесла Три операции Перенесла химию Шесть курсов Перенесла облучение Какая нагрузка мощная На организм Какой стресс у нее Психологический И все равно умерла Так вот смотрите Как установили ученые Химиотерапия Повреждает ДНК В здоровых клетках Вот опухоль Раковая опухоль Да Ну она же в здоровом Организме Химию когда делаешь Это же химия Не идет вся В опухоль В раковую клетку Что-то тут я смотрю Пишут опять Звука нет Нет Вроде есть звук У кого звука нет Перенастройте пожалуйста Свою аппаратуру Так вот Химия кроме Онкологической клетки Она же по всему Организму разносится Она и на здоровье действует Так ученые установили Что оказывается В раковых клетках Которые окружены здоровыми Не только там распад идет ДНК здоровых клеток Нарушается И они начинают Вырабатывать Протеин Белок ВНТ-16Б Который раковые клетки Используют Для защиты От действия Противораковых лекарств То есть смотрите Опухоль Вокруг нее здоровые клетки Химия действует На здоровые клетки На ДНК И они начинают Вырабатывать Белок Который защищает Вот эту опухоль От воздействия химии То есть Химия окружена Здоровыми клетками И вот эти здоровые клетки Под воздействием химии Еще больше Начинают эту опухоль Защищать 90% пациентов В ходе химиотерапии Пораженные клетки Развили способность К сопротивлению К лекарствам Из 10-9 человек Устойчивы стали Мало того Что устойчивы Еще что Косвенным образом Можно сказать Химия Спровоцировала Рост Онкологии И что мы с этим будем делать Вот такую я вам Ставлю заставку Все я вижу Звук есть Я теперь тоже спокойно Делать химию Или не делать Почему я отказался От химиотерапии Крис Варк Это я вам Как пример поставил Выйдите вы в интернет Посмотрите вы ролики Очень много Я вам могу сказать Что один из таких роликов Который меня вот потряс Даже вот как врача Меня потряс Что в Америке Есть научно-исследовательские центры Медицинские Там работают Дипломированные врачи Которые занимаются Как раз исследовательской деятельностью И они на экспериментальном материале Они на больных Реально подтвердили Что химия Которая делают Больным Не всегда приводит К обратному развитию Процесса То есть К оздоровлению организма К уничтожению опухоли А именно Чаще приводит К чему К тому Что прогрессирует процесс Быстрее И ослабляется Организм Быстрее Я думаю Я думаю Что вот За то время Которое мы с вами Общаемся Я предполагаю Что вы сделали Для себя Определенные выводы И у вас Более-менее Так Все встало На свои места В том плане Что делать химию Или не делать химию Решаете В конечном итоге Вы Здоровье Это За свое здоровье В ответе Вы Ни один врач Не отвечает За ваше здоровье Врач отвечает За соответствие Своих действий Протоколом Диагностики Или лечения Данной болезни Не вас А болезни Название болезни Перед кем он отвечает Не перед вами Перед прокурором Истории болезни Амбулаторные карточки Пишутся не для вас А для прокурора Поэтому Следующий вопрос Чего теперь К врачу что ли не ходить Ходить Обязательно ходить Надо за своим здоровьем Следить Но Надо критически подходить К назначениям врача Вот например Все так скажем Лекарственные средства Которые выписывают Например Моему вот внуку Сыну Жена Которая получает Рекомендации От врача Они все идут ко мне Вот ты врач Давай разбирайся Я говорю Ну я не специалист А какая разница Ты про лекарства Все равно учил И вот я копаюсь И смотрю Что я смотрю Я не подхожу Я не подхожу критически К тому Что надо этот препарат Принимать Или не надо А я смотрю Вредность этого препарата Превышает Или нет Его полезность То есть Если побочный эффект Если осложнение препарата Зашкаливают Зачем его тогда принимать Надо искать какую-то альтернативу А альтернатива Вот она Перед нами Вот наша продукция Где наша продукция Вот наша продукция Вот она Повышает качество жизни Укрепляет Оздоравливает Иммунитет Не усиливает А укрепляет Оздоравливает Почему? Потому что усилить Иммунитет Невозможно У каждого человека Свой уровень иммунитета И его невозможно Поднять выше нормы Но вот эта норма Должна держаться А химиотерапия Как раз убивает иммунитет Так Ответы на вопросы Пусть вот этот слайд стоит Если вы не против Надира спрашивает У Алейкум Салам Моего мужа обнаружили Одиному гипофиза На голове Ну гипофиз это в головном мозге Отдел головного мозга Как нам принимать Иммунолюкс Бальзамы и другие Вот я вам уже рассказал Надира Вы там Сейчас слушаете Поставьте Услышали или нет Принимать вот так По чайной ложке Три раза в день И вот то что я рассказал Все принимаете Вы пишите Нет звука Но это звука не было Полчаса тому назад Сейчас по-моему Звук уже есть Надира Обязательно напишите Услышали вы меня или нет Так Татьяна Павлова Можно ли получить у вас Консультацию Как это сделать Только Вопросы и ответы По субботам Индивидуально Я консультации Не даю Потому что Это дело Вы знаете Татьяна Павловна Правильно меня По мне Поймите Дело неблагодарное В каком смысле Ну как По телефону Можно Квалифицированно Дать медицинскую Консультацию Не видя больного Самого Это раз Второе Я не врач Компании И мы здесь Никого не лечим Наша Продукция Это бальзамы Это концентрат Павлов Спринг Это иммунолюкс Это пищевой продукт Который не имеет Противопоказаний Который не имеет Ограничений Который не имеет Побочного эффекта Это еда Клеточная еда Восстанавливающая Оздоравливающая И омолаживающая Организм За счет этого Что происходит Освобождение От болячек И что происходит Повышается Качество жизни Ну то есть Качество здоровья Ну то есть Вот так Так Марина Заплатинская В какое время Лучше пить иммунолюкс Иммунолюкс Я рекомендую Лучше пить утром Утром Вы принимаете Нанобальзамы Если три раза в день Значит утром Натощак Да Запиваете Нанобальзамы Концентратом Павлов Сприенко И потом Капаете ему Налюкс И то же самое Выпиваете Ну уже просто В водичку Ну вот таким образом Так Миннигуль Почему мне не делают Операцию Нейроэндокринная Опухоль Поджелудочной Железы С метастазами В печень Миннигуль Вы меня слышите Я надеюсь Я вам отвечаю Почему вам не делают Метастазы В печень Это уже Запущенный Процесс И риск Самого Лечения Не должен Превышать Риска Здоровью Или Риска Для жизни Любая операция Может закончиться Смертью Операция на поджелудочной Железе Помните Я в самом начале Говорил Это одна из Сложнейших Операций И там Даже если Изолирована Нет метастазов В печень Если даже Опухоль Просто на поджелудочной Изолированная Ее технически Очень трудно Убрать Там соседние Органы Рядом Поджелудочная Железа Это орган Эндокринный Орган Внутренней секреции Он вырабатывает Гормоны Ее тоже нельзя убрать Потому что Нарушения будут Еще больше Поэтому Миниголь Вот вам Аллах дал Возможность Познакомиться С бальзамами С концентратом Павлов Спринг С иммунолюксом Уповайте вы На Всевышнего И ешьте вы Бальзамы И иншалла Вам будет легче Может быть И болезнь уйдет На свете Все бывает Но надежду Никогда терять Не надо И надо что Когда мы Начинаем уже Принимать продукцию Компании Глобал Тренд Когда у нас есть Конкретно Какая-то проблема Со здоровьем Конкретная проблема Со здоровьем Тогда нам что Нужно переходить На здоровый образ жизни А здоровый образ жизни Предполагает Правильное питание Полноценное Предполагает Пить воду Один литр На 30 килограмм Веса в день Предполагает Занятие Физкультурой Даже если Онкология Есть Физкультурой Надо заниматься Надо ходить Хотя бы Надо приседать Ну йогой Начните заниматься Там одни растяжки Проблемы какие С места Не вставая С коврика Туда-сюда Крутитесь Вертитесь Растягивайтесь Но результат-то Идет Так что Минигол Иншалла У вас Все будет Хорошо Татьяна Павлова Могут ли Нанобальзамы Привести К рецидиву Нет Однозначно Наши Нанобальзамы Наша Нанопродукция Это продукт Питания И Когда Продукт Питания Полноценный Попадает В организм И восстанавливается Иммунитет То что Иммунитет Начинает Раковые клетки Убивать Вот И раковые клетки Тогда начинают Пропадать Почему? Потому что Иммутирующих клеток Становится Значительно меньше И Свободные радикалы Уходят из организма И Антиоксиданты В нашей продукции Так что Татьяна Павлова Однозначно Нет Рецидивов Нет И Нашу Нанопродукцию Пожалуйста Давайте И пусть люди пьют Майра После бальзама И иммунолюкс Две бутылки И Потом Перерыв Без перерыва Можно ли пить Без перерыва Бальзамы И пить Мы пили Да Без перерыва Еще раз Иммунолюкс Или делать Какой-то перерыв Значит Бальзамы пьются Майра Слушайте меня Бальзамы пьются Непрерывно Непрерывно Бальзамы пьются Длительно Три Шесть Девять Год Два Года Вот человек Живет Качество Жизни Мы ему Стараемся Повысить Где он у нас Качество Жизни Вот оно И в течение Этого времени Постоянно Бальзамы 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 Иммунолюкс Значит Концентрат Павлов Сприн Давайте Концентрат Павлов Сприн Тоже даем Без перерыва Это как Водный режим Впрыс на полтора литра И пьет И пьет И пьет Каждый день А вот Иммунолюкс Да Там перерывы Правильно Хорошие Под вопрос Второй Майра Слышите Да Иммунолюкс Вы дали Потом два месяца перерыв Опять дали Опять два месяца перерыв Смотрим за Состоянием человека Если состояние человека Не Удовлетворяет нас То есть Качество жизни Не настолько активно Повышается Как мы бы хотели Так же через два месяца И даем Если качество жизни Лучше То есть мы видим Реально Человек ожил Через три месяца даем Потом через четыре Ну то есть мы удлиняем Вот этот срок Мы Чем Что мы делаем Когда даем Нашу продукцию Организм Человеку Что мы делаем Для организма Мы Ему помогаем Мы ему помогаем Проявлять Свои качества Своё здоровье Свой иммунитет Мы не стимулируем Это как кнутом Лошадь бьют А мы что Мы помогаем И вот эта помощь Она должна быть Тоже Реально Рационально Дозированная То есть Если сразу Это не проявилось Так активно Как мы бы хотели Даем почаще А потом Когда уже видим Что лучше стало Уже Срок удлиняем Свои резервы Пускай включаются Ну то есть Вот так Татьяна Павлова Пишет У меня так и нет Звука Ну Я вам Сочувствую Так Абдулаева Зумрад Добрый вечер Женщина Рак груди Серозные выделения Из соска Язвочки вокруг соска Пропила бальзам И сейчас Смарт люкс Что и как пить дальше Можно ли Нужно ли Приостановить Выделение С помощью Аптичных мазей Или лучше Когда есть Выделение Значит Вот смотрите Зумрад Конкретно На ваш вопрос Отвечаю Уже Диагноз Женщине Поставили Уже Я так Предполагаю Ей Предложили Какое-то Лечение Химию Операцию Облучайте Не облучают Молочные железы Вот Коль вы так Вот пишете Из вашего текста Я понимаю Что она От лечения Медицинского Отказалась Вы пишете Пропила бальзам И сейчас Пьет Смарт люкс Смарт люкс Это тоже Бальзам Что и как Пить дальше Вы слышали Уже ответ Дальше Ей надо Продолжать Пить наши Бальзамы По чайной Ложке Три раза В день Дальше Продолжать Пить В комплексе И концентрат Павлов Спринг И иммунолюкс Нужно ли Приостанавливать Выделение Выделение Даже если Вы захотите Вы приостановить Не сможете Почему Потому что Опухоль Опухоль Организм От нее Должен освободиться У опухоли Два варианта Или она Рассасывается То есть Постепенно Исчезает Или Она Распадается Исчезает Это понятно Да Растворяется Ну как Сахар В воде Вот А распадается Это она Кусками То есть Уже Ну материально Что ли Вы видите И это все Должно Выйти наружу И вот С этими Выделениями Как раз Все это И выходит Постепенно И поэтому Выделения Пускай Продолжаются Не надо С ними Ничего делать Но здесь Надо очень Как вам сказать Внимательно Подойти К образу Жизни То есть Надо выйти На правильное питание Ну залезьте Вы в интернет Посмотрите При онкологии Там надо Ощелачивать Кровь свою Ну вот Наши препараты Как раз Концентрат Павлов Спринг Наши Нанобальзамы Наша Иммунолюкс Очень хорошо Ощелачивают Кровь Пейте воду То есть Все в комплексе Применяйте И смотрите В динамике Как идет Ну то есть Вот так И не забывайте Про врача Специалиста Потому что Врач Даже если Вы сходили К врачу Он вам Назначил Лечение Вы Сказали Я не буду Его делать А врач Говорит Пиши Расписку Что ты Не согласен Врач Себя Просто Уголовную Ответственность Снимает Вот Вы написали Расписку Но потом Что-то Вас беспокоит Какие-то Вопросы Появились Опять Уйдите К нему Он Не имеет Права Вас Не принять Он По-любому Вас примет И что Поговорит С вами Но Вы выбирайте Того врача Который Вам По душе Который С вами Поговорит Если вы Приходите Он Спиной К вам Сидит Тогда Нет Контакта Вы Найдите Врача В связке С ним У каждой Женщины Есть свой Парикмахер Насколько Я знаю Есть свой Маникюр Делают Педикюр Врач Тоже должен Быть свой А как Так что Вот так Зумрад Теперь Дина Она Мне не Ответила Поняла Она Или Нет Но Она Пишет Дальше Вопрос Химия Вынужденная Мера Так как Альтернативы Нет Химия Не Вынужденная Мера Химия Входит В Протокол Лечение Данной Болезни То есть Еще раз Вам Повторяю Если Раньше Во времена Гиппократа Очень давно Да Ну и Совсем Недавно Где-то Ну пускай Ну сто лет Назад Ну восемьдесят лет Назад Давайте возьмем Ну я когда Учился в институте Это был Семидесят И семьдесят И семьдесят И семьдесят И семьдесят И шестом Году я закончил Институт Рязанский Медицинский Нас В институте Учили Профессора Еще старого Поколения Надо лечить Не болезнь А больного Индивидуально Надо каждому Больному Выписывать Рецепт И раньше Если вы помните Аптеки были С рецептом Идешь в аптеку Там есть Рецептурный отдел Отдаешь рецепт И там тебе По этим Составным Частям Делают Индивидуально Лекарства Там дозировки Свои Там нет Такого Что сейчас Подходишь Говоришь Мне вот эти Таблетки Тебе дают Стандартные Таблетки Сейчас Никто Никому Лекарства Не готовит А раньше Аптекарь был Провизор Который Составлял Сложную Рецептуру Порошок Таблетки Не делали В виде Порошка Или раствора Сразу делали А сейчас Лечат болезнь Сейчас Даже Сопутствующие Заболевания У пациента Не учитывают Назначили Химию Все До свидания Делай Поэтому Я еще раз Повторю Вы выбираете Будете вы делать Не будете вы делать На операцию Пойдете Не пойдете Вы берете Ответственность За решение На себя Но если Отказаться И сидеть Ждать у моря Погоды Ну смысл Какой Два варианта Или болезнь Уходит Состояние Улучшается Или болезнь Прогрессирует Осложнения Развиваются Уже Так скажем Угрожающие Жизни Так вот Чтобы этого Не случилось Вы как раз Выбираете Выбираете Между чем И чем Вы выбираете Между здоровым Образом жизни Вот И приемом Каких-то препаратов Которые будут Поддерживать Организм А на сегодня Лучше препаратов Чем Наши Нано Растительные Концентраты Ну вот В мире Ни у кого нет Так Галина Не по теме Туберкулез легких И хронический Обструктивный Бронхит Помогут ли Бальзамы Как их принимать Так Гормонозависимая Астма Можно ли Вылечиться Бальзамами То есть Смотрите Нургалеева Ураскуль Мы тут Никого не лечим Вы слово Вылечиться Выбросите Из лексикона Можно ли Помочь Можно ли Облегчить Состояние Вот так Лучше Разговаривайте С людьми Ну Когда вы Скажете Сейчас я буду Тебя лечить Бальзамами Препаратами Глобал Тренд Этот человек Скажет Ты что врач Что ли Нет А кем ты работаешь Бухгалтером С какой С какой С какой Радости Ты будешь Меня лечить Я врач Никого не лечу Нашими препаратами Я говорю Ты будешь Их принимать Не знаю Я говорю Ну не знаешь Когда узнаешь Тогда приходи Ну я же К вам Вот сейчас Пришел Вы мне Посоветуйте Я говорю Так я вот тебе И рассказываю Будешь Принимать Качество Жизни Будет Улучшаться Организм Будет Укрепляться Иммунитет Будет Улучшаться Укрепляться Оздоравливаться Яд и шлаки Токсины Будут уходить Наружу Организм Будет Омолаживаться В результате Болезни Будут уходить Хочешь Хочу Все Бери Принимай Только Воду пей А я воду Не пью Я говорю Тогда не бери Я тебе Ничего не продам Как это так Я пришел Я говорю Вот если воду Будешь пить Бери Потому что Воду пить Не будешь Тебя хуже Будет То есть Вот в таком Ключе Пожалуйста Разговаривайте И Гормонозависимая Астма Астма Она вся Гормонозависимая Это Аутоиммунное Заболевание И ее Все Лечат Не лечат Вернее А помогают При помощи Ингаляторов Которые Гормоны И вот Туберкулез И хронически Абструктивный Легочный бронхит Помогут ли Бальзамы Как их принимать Конечно Помогут В зависимости От состояния Человека Галина Дайте Пол чайной ложки Один раз в день Или три раза в день Или по чайной ложке Три раза в день То есть Тут надо опять Посмотреть На состояние Человека И при астме То же самое Роза Написала Всем спасибо Я побежал В операционную Ну Это выбор Но опять же Надо не сломя голову Это делать А здраво К этому подойти Если вы все Осмыслили И решили Реально Так скажем Что это Для вас Ну Оптимальный вариант Все Еще нужно Смотрите Вот я ко всем Обращаюсь И к вам тоже Роза Да Нужно иметь доверие К врачу Что значит доверие Вот то Что у человека По стенам Развешены его сертификаты Где он учился Там Какие курсы он проходил Чем он владеет Техниками Методиками Да Это одно А когда вы с человеком Разговариваете Это совсем другое Личный контакт Должен быть У вас должно Доверие возникнуть К человеку Тем более Это хирург Который полезет Во внутренности К вам Это Интимнее Этого уже ничего Нету Я когда в свое время Учился оперировать Уже после института То я реально Увидел И мне Мой наставник Сказал Операцию сделать Можно Научить Обезьяну Ну обезьяны Катаются на коньках Там медведи На этих самых Велосипедах Там Обезьяны Картины сейчас рисуют Сейчас бред всякий Да вот этот Ну это есть И обезьяну Можно научиться Оперировать Но вот Послеоперационный Период Период Реабилитации То есть Можно вторую голову Человеку Пришить Только Зачем А если у человека Есть болезнь И по поводу Этой болезни Сделана операция И потом Идет Послеоперационный Период Так вот Это наиболее Важный момент Реабилитация Или восстановление Организма После операции Это намного важнее Чем сама операция В техническом плане Операция идет Два часа Четыре часа Ну восемь часов Пускай будет А послеоперационный Период идет Две недели Месяц А потом Всю жизнь Человек с этим Живет И вот тут Как раз Ему помочь Поэтому Бросаться Опрометью Или бежать Сломя голову Вот Так просто Ну я тоже Не рекомендую То есть Везде должен быть Ну здравый расчет В хорошем смысле Этого слова Ну то есть Вот так Так И еще один вопрос И мы будем заканчивать Уже я 15 минут Своей Отработал Который опоздал Анара Я принимала Бальзамы До и после операции Во время химии Все проходило Легче чем у других Вот Анара Вот подтверждение Назначили 6 курсов Химии и терапии 4 прошла А 2 отказалась Собираюсь начать Принимать ему на люк Спасибо вам За полезный эфир Анара Я очень рад Что Наши препараты Что Ученые Которые Разработали Нашу продукцию Что Компания Глобал Тренд Помогла вам В принятии Правильного решения И восстановлении Своего организма Вот вы знаете Честно говоря Вот проводим мы Эти вебинары Вот сейчас у нас идет Ограничение Просто это по комнате 100 человек Вот здесь 96-97 Что-то 100 человек Даже не дотянули Ну это дело второе Я Это начал Рассказывать К чему К тому что Если вот только Один человек Даже придет на вебинар Я так же целый час Буду ему это Рассказывать Потому что Именно нам Это нашему Модератору Это уважаемый человек Технический директор Наш Роман Это Человек Очень Большой души Очень доброго Сердца Который Который Со своей бригадой Вот эти Эфиры проводит Организует их Для меня Как для Врача Потому что Бывших врачей Так же как Бывших Педагогов Преподавателей Не бывает Педагог Врач Это не профессия Это образ жизни Очень важно Для нас Хотя бы Один человек Это услышит Хотя бы Одному человеку Это поможет Это уже Очень большое дело И поэтому Ту информацию Которую вы слышите Вот видите Перед собой Три Канала В социальных сетях Ну Подпишитесь вы Получите Дополнительную информацию Войдите вы В Good people Клуб Вот он Этот Внизу Нажмите вы на него Войдите И будете Всегда в курсе Всех событий И Будем мы Всегда с вами На связи Спасибо большое Вам за внимание За участие Выбор Всегда остается За вами Здоровье Это самое главное В жизни Которое Невозможно Купить Ни за какие деньги Говорят Что интересно А вот У кого есть Деньги Те Так скажем Могут Получить лечение Более Так скажем Правильное Или качественное Чем Тот У кого Денег нет Да С одной стороны Где-то Это может быть И так Но с другой Но с другой С другой стороны Лучше Иметь здоровье Чем деньги На лечение Болезней Хорошо Еще раз Спасибо вам Огромное За участие В вебинаре Вопросы Ответы Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры